За мной Кусипеево, одно из самых труднодоступных сел в Вашкирии. Добраться сюда можно только по замерзшей реке, другой дороги нет. Именно отсутствие благ цивилизации, по мнению местных жителей, стало причиной тому, что здесь почти никто не пьет. Как живется без алкоголя, сейчас мы и проверим. Пить или не пить? Ответ на этот далеко не философский вопрос, у большинства сельчан в стране утвердительный. Однако в России появились те, кто нашел себе силы и отказался от беленькой совсем. Причем отказываются целыми деревнями. В Вашкирии таких уже две. Неужто правда? Идем в ближайший магазин смотреть наличие алкогольной продукции. Водка вообще не торговали. А пиром? Никаким нашим? Пять лет примерно не торгуем вообще. Почему? Никто не пьет у нас, или не хотят. И прибыли нету. Не выгодно. Не выгодно даже в магазине продавать, честно. В Кусипеево нет никаких предприятий, даже ферм больших нет. Но местные жители твердо решили встать на трезвый путь и занялись собственным бизнесом. Год назад Фанис Газимов открыл свое дело, получил по специальной программе от государства полтора миллиона рублей. На них купил трактор, коз, коров и лошадей. Так бывший скотник стал бизнесменом. Вы водку пьете? Нет. Почему? Не люблю водку пить. А что пьете? Что пьем? Кумысь. Кумысь пьем, чай пьем. Таких примеров в этой деревне много. Вот только сельчане стали очень стеснительными. На фоне других сел они как белые вороны. Глава местного сельсовета рассказывает, что жители соседних сел дразнят их трезвенниками и пытаются всячески соблазнить выпивкой. Иногда даже получается. А скажите, как-то местные как-то сопротивляются этому? Да, конечно, сразу начинается, как, ну что, не порти наш авторитет, зачем тут ходишь, особенно более пожилые люди сразу начинают говорить. Ровно год назад мы рассказывали про другую деревню, Рахметово. Там сельчане тоже отказались от спиртного. Результатом безалкогольного эксперимента можно только позавидовать. Почти у всех жителей новые автомобили, а у некоторых и по два дома. Говорят, не пьют до сих пор. Уже несколько лет кусипеевцы трезвы, как стеклашка, за что даже получили 200 тысяч от правительства республики. На эти деньги в местную школу купили новые спортивные тренажеры. Надо же поддерживать здоровый образ жизни. Глядишь, в будущем появятся не только непьющие деревни, но и города. Станислав Шахов, Эдуард Уразметов, Комсомольская правда, Уфа.